Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня продолжатся матчи 1-8 финала на чемпионате мира по мини-футболу и нас ждут три увлекательных поединка. Два слова о двух вчерашних матчах. Россия переиграла Вьетнам 3-2. Марокканцы были сильнее футболистов Венесуэлы также 3-2. Сегодня в 17.30 Аргентина сыграет с Парагваем. Победитель этой встречи померится силой с сборной. Превью к этому матчу можете посмотреть на моем канале. Также в 17.30 Казахстан проведет свой матч серии плей-офф с Таиландом. Ну и завершать сегодняшний игровой день будут несомненные фавориты мирового первенства по футзалу сборной Бразилии. Они проэкзаменуют японцев в 20.00 по Москве. Немного подробнее поговорим о матче Казахстан-Таиланд. Безусловно Казахстан не последние люди в мировом мини-футболе. О чем, к примеру, говорит их выступление в группе как в 2016 году, так и пятью годами позже. Напомню, в 2016 году на мировом первенстве в Колумбии казахстанцы попали в одну группу с будущими чемпионами мира аргентинцами. И достойно сыграли на групповом этапе. Они проиграли Аргентине всего 0-1. Выиграли у костариканцев 3-1. И разгромили сборную Соломоновых островов 10-0. Жалко, что в 1-8 финала они попали на испанцев и проиграли последним со счетом 2-5. На этом чемпионате мира Казахстан в своей группе занял первое место с неплохой разницей забитых и пропущенных мячей плюс 8. Они с крупным счетом победили костариканцев 6-1 и сборную Литвы 3-0. А в матче с принципиальным соперником в борьбе за первое место сыграли в ничью с Венесуэлой 1-1. Этот результат позволил при равном количестве очков с венесуэльцами обойти последних по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Согласитесь, лучше сыграть в 1-8 финала с Таиландом, чем с Марокко, которые уже вышли в четвертьфинал, переиграв венесуэльцев 3-2. Ну а что же Таиланд? В группе С они заняли третье место, набрав в трех матчах 4 очка. Они проиграли португальцам 1-4, сыграли в ничью с марокканцами 1-1 и победили сборную Соломоновых островов 9-4. Четыре пропущенных мяча от команды Соломоновых островов – это действительно много, поэтому у Казахстана, думаю, будут неплохие шансы на успех в сегодняшнем матче. Главное – не транжирить свои моменты, что наблюдалось во вчерашнем матче сборных России и Вьетнама. В случае вероятной победы Казахстана в матче 1-8 финала, они сыграют в 1-4 финала с победителем пары Узбекистан-Иран. И я вам скажу, что Иран – это далеко не подарок. Ведь это ни много ни мало, а бронзовый призер последнего мирового первенства. Тогда в матче за третье место они переиграли сборную Португалии. Ну и от Узбекистана тоже можно ждать сюрпризов. Матч 1-8 финала между Узбекистаном и Ираном состоится завтра в 17.30 по Москве. Ну а четвертьфинал с участием победителей этих двух пар пройдет 27 сентября в 20.00 по Москве. Пожелаем успеха как казахстанцам, так и сборной Узбекистана. Было бы круто увидеть четвертьфинал Казахстан-Узбекистан. Но Иран невероятно силен. Впрочем, не будем загадывать. Все рассудит игра, нам же остается только ждать и верить. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.